День рождения Наториус Биайджи, чье влияние на весь хип-хоп сложно переоценить. Интересно, что в отношениях двух этих людей было всякое, от дружбы и до ненависти, а их судьбы трагически похожи друг на друга. Оба они были убиты в ходе кровопролитной войны побережей, но сегодня, в день рождения, просто нельзя не почтить память Наториуса Биайджи, и мы сделаем это при помощи материала на сайте rap.ru, ссылка на него будет в описании. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Кристофер Уоллес. Настоящее имя Бигги. Родился 21 мая 1972 года в Бруклине, Нью-Йорк. Родители парня были выходцами с Ямайки. Отец ушел из семьи, когда Крису было всего полтора года. Впоследствии Бигги вспоминал его очень холодно. Вот его цитата. Сначала он торгует веществами в родном районе. Потом делает шажок вверх по криминальной лестнице. Начинает заниматься поставками веществ из Нью-Йорка в Вирджинию, где цену куда выше. Кто знает, останься он всего лишь дилером. Может быть сейчас спокойно доживал бы свой век. В собственном поместье, например. Или отбывая пожизненный срок в федеральной тюрьме. Исход легко мог бы быть и таким. Однако он, как и многие коллеги по цеху, выбрал карьеру рэпера, которая оказалась еще более опасной. Изначально рэп был для Криса только хобби. Он любил почитать фристайлы, которые давались ему очень легко. Впоследствии его способности рифмовать на ходу стали одной из составляющих легенды. Удивительное умение сочинять песни целиком в голове, не записывая ее на бумагу, вызывало удивление современников. Близкие друзья утверждали, что к моменту смерти Бигги сочинил текстов не меньше, чем на пять альбомов. Проверить это, как вы понимаете, невозможно. Если это и так, то все они канули в лету вместе со своим автором. Для мира хип-хопа Кристофера открыл диджей Мистер Си, прежде работавший диджеем у Биг Дэдди Кейна. Записанный им демо-кассет разлетелось по Нью-Йорку, а одним из ее обладателей стал начинающий композитор и продюсер Шон Компс, известный под чередой кличек Пафи или Паф Дэдди, или же Пи Диди. Не откладывая дела в долгий ящик, Компс пригласил юного рэпера на встречу. Пафи сказал ему тогда, цитата, «У меня складывается впечатление, что из тебя мог бы получиться классный рэпер. Я хочу предложить тебе контракт. Мы могли бы сработаться». Так Кристофер Уоллес превратился в Нотариуса Би-Ай-Джи. На русский это прозвище можно адаптировать так, печально известный здоровяк. В 1994 году он возвестил миру, что готов умереть. Вышел в свет его альбом Ready to Die. Уже через две недели ставший дважды платиновым, а всего заработавший пять платиновых дисков. Альбом примерно год творил чудеса в хит-параде. Его всей душой полюбили на улицах. Из открытых окон машин слышны были речитативы Бигги. Прошлая Криса, поселившаяся в его песнях, находила отклик в массах. Когда он вспоминал о нем, его взгляд устремлялся вдаль. Вот что он говорил. «Да, я продавал вещества беременным женщинам в подземке, особо не задумываясь об их здоровье и о здоровье их будущих детей. Я вам скажу так. Когда я закладывал в карман пакетики с порошком, меня не волновало, что я могу оказаться в участке или быть подстреленным конкурентами. Я неосознанно рисковал своей жизнью, и поэтому свой первый альбом я назвал Ready to Die». Не надо забывать, что в предыдущие годы в хип-хопе доминировало западное побережье. Тупак и Снуп Дог, Айскюб и Доктор Дре. Бигги мгновенно нарекли воскресителем славы восточного побережья, главной его надеждой. Тогда его и начали называть королем Нью-Йорка. Приятели сначала звали его Фрэнк Уайт, по имени главного персонажа гангстерской драмы King of New York. Но после сверхуспешного альбома называть Криса иначе как королем, они уже не считали возможным. В 22 года Бигги женится на соул певицы Фейт Иванс. Они познакомились на фотосессии в одной из студий Bad Boy Entertainment, выпускающего лейбла Уоллеса. Бигги и Фейт знали друг друга всего 8 дней, и этого сполна хватило, чтобы на 9-й день сыграть свадьбу. Из родного квартала в Бруклине Бигги с супругой переехали в собственный двухэтажный особнячок. Сначала они были очень счастливы. Она называла его «мой дорогой Рикардо», а он ее «моя милая москина». Впоследствии длительные гастроли всегда были проблемой для Бигги. Он не хотел проводить так много времени вне общества Фейт. В том же 94-м году Бигги близко сходится с главной звездой Западного берега, перебравшимся в Лос-Анджелес уроженцем Балтимора, Тупаком Шакуром. Они даже записали несколько совместных песен. Но дружба оказалась недолгой. Вначале в Тупака стреляли в Нью-Йорке. Нападавшие ранили его и ограбили. По какой-то причине Тупак заподозрил, что за нападением стояли Notorious B.I.G. и его продюсер Пав Дэдди. В 95-м году Тупак вышел из тюрьмы и обнаружил, что самым популярным рэпером в стране является его бывший приятель. Говорят, что он пришел в ярость. По его словам, Бигги в своих текстах украл его стиль жизни. Не за горами было начало печально известного противостояния. Запада и Востока. Успех Ready to Die сделал лейбл Bad Boy самым влиятельным на Востоке. В то же время на Западе самым успешным является лейбл Dead Row. Создал его, как вы помните из другого нашего видео, бывший дилер Мэрион Шугнайт. На деньги еще одного дилера, Майкла Харио Харриса. Чуть позже Dead Row интересовался лейбл Interscope, инвестировавший туда 10 миллионов долларов. Главной звездой Dead Row является Тупак Шакур, за досрочный выход которого из тюрьмы Шугнайт отвалил миллион долларов. Поговаривали также, что за лейблами стояли враждующие гангстерские кланы Америки. Bloods финансировали Dead Row. Их извечные противники Крипс поддерживали деньгами и оружием Bad Boy. Личные амбиции и финансовые интересы противников и ввергли два побережья в кровопролитную войну. Катализатором которой можно считать трек Тупака Here I'm Up. Дисна, Бигги и Пафи. Этакое официальное объявление войны. Тупак насмехался над Бигги. Во всеуслышание заявлял, что спал с его женой. Естественно, Бигги не мог оставить это просто так. Неудивительно, что ответственность за убийство Тупака в 1996 году в Лас-Вегасе многие возложили на плечи Нотариуса. Однако, нужно заметить, что образ жизни Бигги дает гораздо меньше поводов считать его причастным к криминальному миру, нежели того же Тупака. Либо ему просто удавалось не попадаться. Так или иначе, в разное время Тупака обвиняли в убийстве и насилии, то есть в более тяжелых преступлениях. Прегрешения Бигги были куда безобиднее. В июне 1995 года Бигги заподозрили в нападении на его концертного промоутера. В марте 1996 года он поколотил бейсбольные биты из лишнеприставучего фаната, охотника за автографами. А однажды, после обыска в его доме в Нью-Джерси, полиция нашла вещества. Приборы ночного видения и незаконно хранящиеся стволы с перебитыми номерами. И как венец всему, полиция задержала Бигги, когда он употреблял в собственной машине. За все это он получил массу штрафов. В том числе 25 тысяч долларов штрафа морального ущерба, избитому в 1995 году менеджеру. И других административных наказаний, в том числе 100 часов общественно полезных работ. Если же говорить об убийстве Тупака, то в стране были люди, заинтересованные в смерти рэпера, гораздо сильнее, чем Натториус и Пав Дэдди. В числе таких фигурирует и злой гений Шоу Гнайт. Якобы Тупак больше не хотел работать с его лейблом. И у Найта был всего один способ оставить за собой авторские права на многочисленные записи гениального артиста. К слову, сам Бигги лишь единожды громко выступил с заявлением по поводу смерти Тупака. Все вы знаете известнейший трек «Ху Шут Я», в котором Бигги иронически обращается к уже мертвому бывшему другу. В отличие от своего антипода Тупака Шакура, Бигги не оставил после себя обширенного творческого наследия. Если количество посмертных релизов Пака уже превышает число прижизненных изданий, то издатели Бигги оказались намного скромнее. Впрочем, мы уже сказали, что большую часть своих текстов он носил в голове и так и не показал миру. Второй альбом Бигги, Life After Death, увидел свет всего через две недели после гибели рэпера. Трагическая смерть только подхлестнула интерес к пластинке, ставшей десятикратной платиновой в США. А по всему миру она разошлась 18-миллионным тиражом. А несколько месяцев спустя вышел дебютный альбом Puff Daddy, No Way Out, где нередко звучал и голос Бигги. На этом же диске был издан мега-хит I'll Be Missing You, печальная песня, посвященная Notorious, которую исполнили Puffy и Fade Events, вдова рэпера. В 99-м году Puffy издал третий альбом своего покойного подопечного, Born Again. Пластинка стала трижды платиновой. Неоднократно сэмплы и акапеллы Бигги продавались другим рэперам, в том числе и 50 Cent'у. Последним посмертным альбомом Notorious'а B.I.G. стал вышедший в конце 2005 года проект Duits The Final Chapter. На этом неоднозначном альбоме голос Бигги звучит рядом с многочисленными голосами современных звезд рэпа. Причем Бигги там не так уж и много. В большинстве своем это фрагменты из ранее издававшихся песен. Убийство Бигги, как и убийство тупака, по-прежнему остается загадкой. Однако в то время как мать второго санкционирует выпуск все новых и новых посмертных изданий, мать первого, Волета Уоллес, проявляет себя женщиной во всех смыслах настойчивой и инициативной. Не доверяя властям и полиции Лос-Анджелеса, она начала собственное расследование, которое привело к громкому судебному процессу Волета Уоллес против мэрии Лос-Анджелеса. Маме Нотариуса удалось раздобыть и сделать достоянием общественности сведения о том, что полиция этого города пыталась мешать расследованию убийства и отмазывала виновных. Волета утверждала, и ей удалось доказать свою правоту в суде, что в убийстве ее сына принимали участие коррумпированные офицеры полиции Дэвид Мак и Рафаэль Перес. Власти имели неопровержимые доказательства этого факта, однако намеренно не приобщили их к делу. В результате суд признал правоту Волету Уоллес и постановил, что город Лос-Анджелес должен выплатить матери Бигги чуть больше миллиона долларов и погасить все судебные издержки. Однако инициативная женщина не останавливается до сих пор. По ее мнению, полицейские только помогали осуществить убийство, а дирижировал им, находившись в тот момент в тюрьме Шеугнает. К слову, эту же версию в прошлом году подтвердил бывший агент ФБР Фил Карсон, который работал над делом убийства Бигги. А на сегодня у нас все. А какой у вас любимый трек Нотариуса Биайджи? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!